Доброе утро! Несменно от Украины. Также хочу сказать шалом. Мы из Одессы. Иска, докажите, сми от Одессы? Вкратце так о себе. Накратко докажите, за себе. Я жена небольшой пока церкви, пастора церкви в Одессе. А сама жена пастора на малка церковь в Одессе. Все, что и малка. Это пока домашняя церковь. Все, что и домашняя церковь. Потому что мы только год, как переехали в Одессу. Сами до этого жили в городе Херсон, который сейчас оккупированный. Год назад Бог показал моему мужу, что мы будем жить в Одессе. Как мы туда попадем, он сначала не знал. И той не знал, как что попадаем там. Но сложились так обстоятельства, как можно, да, это говорить, это обстоятельства. Но сейчас мы понимаем, что это был Божий план для нашей семьи. Но такая сипучих обстоятельств, это че попадаем там. Но твань неся просто обстоятельства, твай Божий план за нашу семейству. Мы переехали в Одессу и организовали небольшую церковь, называется Оазис. Название это тоже Бог показал мужу, Оазис. И к нему дал такой как слоган, это место, где всем хорошо. И твое название Бог показано, мой муж. И все, что дады дополнение к твое название, твое место, где это на всички и добрые. И сейчас действительно в это сложное время получилось так, что наша церковь там, в Одессе, принимает разных людей. То есть фактически у себя дома сейчас остался мой муж там. И в твое сложное время наша церковь в Одессе приема хора там, моя муж остана там. Принимает тех, кто хочет пересечь границу, но нужно какое-то время где-то находиться. Поэтому приезжают к нам домой люди, остаются ночевать. И потом дальше уже кто куда. И вот когда мы все проснулись утром в 5 утра от того, что по всем городам Украины произошли взрывы. Ну, как бы, как все мы мобилизировались, мы все не понимали, что происходит и чего нам дальше ожидать. Мы всички не разбирали, как его случилось и как его доучаковали. Ну, естественно, мы как верующие люди, наша задача это было молиться, чтобы Бог, Он открывал, что Он от нас всех хочет. Ну, как ты веришь, что ты не мог мне задача самому дася молим, и Бог да не укажи, как войско да направим. У моего мужа в городе Николаеве мама живет одна, и она инвалид. И мой муж мне каждое утро говорит, ну, в течение вот первых суток, он общаясь с мамой, мама сама в Николаеве, естественно, ей страшно, она боится. И вы впроте доноште, моя муж общу вас с майкой, которая в Николаеве, и она сама, и на ней ей страшно. И он мне каждое утро говорит, Наташа, нужно ехать за мамой. И той всяка сутринь започнен, да мне казва, треба да вземы майками от Николаев. А недалеко, 60 километров от Николаева находится город Херсон, который уже начали брать российские войска. И тоже град Николаевсе на мира, 60 километров от град Херсон, в кое-то имуло много убойные действия. И мне было очень страшно, я плакала и говорила, я не могу туда ехать. И беше много страшно за мен, и казах, че не могла да утида там. Я говорила, я боюсь. Казах, че я страхуемся. Ну, я человек, да, мы все люди. И всички смехора. Но внутри, ну, что-то борьба была, реально была борьба. Я боролась. Наверное, ну, я не с Богом боролась, я боролась со своим страхом. Борохся со своим страхом. Мы сделали воскресное служение, пришли к нам наши братья и сестры, мы пели, мы молились. И собрали мы на неделу на службу, дойдоха братья и сестры, и нецы молих мы. И моему мужу он видит, что, ну, я должна туда поехать, то есть верни как. Он понимает, что маму нужно туда забрать. И мы живем и виждать, че тряво да утидем в Николаев задовземе майкому. А в Херсоне, так как мы жили там 14 лет, у меня там бизнес и администратор моего бизнеса, у меня детский центр раннего развития. И в Херсон живях мы в 14 години, там имам бизнес. А администратор... Детский сад. Да, детская городинка. Это моя подруга. И администратор какой-то в работе там, мой-то пряталка. И когда мы думаем про то, что нам нужно доехать до Николаева, забрать там мужа-маму, мы еще думаем о том, что у нас есть дальше еще в Херсоне моя подруга с дочкой, что мы тоже хотим ее оттуда забрать. От этого становится еще страшнее, потому что нужно ехать в горячую точку, можно так сказать. Муж мне говорит, если не поедешь ты, поеду я. А у нас объявили полную мобилизацию. И начали говорить, что на постах могут останавливать автомобили с мужчинами, забирать автомобили для службы, мужчинам давать повестки и отправлять. По крайней мере в ТРО точно, но это территориальная оборона. И вы знаете, вот реально Бог дал мне такую силу. А я стояла, жарила отбивные куриные. Я выключаю газ, иду к своему ребенку, и говорю, мы едем в Николаев забирать бабушку. Мы беремся с ней вдвоем, ей 15 лет, ее сейчас нету, она дома. 15 лет ребенку, я беру ее, беру две свои собачки, садимся в машину, сядем в кулатом, едем в Николаев. По пути нам, моей дочке, вернее, приходит такое, что мама, мы должны заехать за нашей подругой в Херсон. И забрать ее оттуда. Дочтеря мне говорят, что надо уйти в Херсон, и мы с дочтерями видим видение, что наша подруга у нас в Одессе дома. И по то время моя муж видит видение, что наша приятелка сейчас в Одессе при нас в кусти. И я ему звоню и говорю, мы поедем в Херсон. И он, естественно, говорит, что он видел как раз видение, что подруга будет у нас. И то, оказывается, что мы видел этого видения. Это подкрепляет еще больше. И наше приятелка, что будет при нас. И мы мчим. И не путем и на там. Сначала у нас по пути, значит, идет Николаев, потом идет Херсон. Естественно, мы хотим проехать, не заезжая в Николаев, сразу в Херсон за подругой. И искахме да утидем в Херсон, без да подминим Николаев и веднага да утидем в Херсон за моята приятелка. На обратном пути потом забрать бабушку и ехать обратно в Одессу. Но Бог все делает своими путями, да? Мы на выезде из Николаева получаем сообщение, что Херсон захватывают. И мы туда уже не проедем, что там есть Антоновский мост, который с Крыма первый, который до Херсона. И что его уже прорвало. И мы разворачиваемся обратно, едем в Николаеве забирать бабушку. И потом мы в Николаев. То есть время, да? Вот мы как бы размышляем, что у нас как-то меняется пути, меняется время. И время то, и пути, что все променят. Забираем бабушку, садим ее в машину. И взимаем бабушку. И тут мне муж звонит и говорит, Наташа, это была, ну как фейк, это был страх одного человека. Там просто он сильно перепугался, видать. Мы жены саубашной, оказывает, что у тебя была фейк. Была неверная информация. Татьяна информация была грешна. Мост еще не прорвала. И мост не прорвала. Я говорю, мы едем дальше в Херсон. Уже с бабушкой. И я сказала, потому что мы вечер в Херсон. Вечер с бабой-то не. Звоню подруге, говорю, а в это время мы три раза меняли. То мы едем за ней, то мы не едем. Она то собирает вещи, то разбирает вещи. Но моя дочка, она в меня верит. Она говорит, мама, мы должны их забрать. И мы едем туда. Я хотела, чтобы они выехали за Херсон хотя бы на такси, блокпост. И мы их бы забрали бы назад. Но в городе перестали ездить все такси и весь транспорт. Но в городе спряхали, работают городские транспорты, такси там. Я говорю, сиди, жди, я за тобой приеду прямо в город. И я сказала, что ты дойду притеп направо в город. И мы едем. Мы заехали в город. Нет, потом я влязу к новому городу. У нее тоже есть собачка. Это наша собачка. Наша собачка, наш родственник. Короче, очень неважно. Собачка есть. Садятся они в машину, нет собачки их. Я говорю, где Макс? Я спитом, где Макс? Оксана на меня смотрит и говорит, я думала, ты не разрешишь его взять. Я, естественно, говорю, нет. Мы берем Макса. Я сказала, не, что ты взимешь Макс. Это наше родное, это ваше родное. Мы не можем его там оставить. Потому что у нее дома остался муж. Я говорю, мы едем, забираем, ну, как бы, к ним домой. Надо забрать собаку. И потом дутьях, да взимем кучу. В это время, вот на 15, 10-15 минут у нас, получается, задерживается выезд из города. Мы забираем собаку, едем из города. И в этот момент, вот этих 15-10 минут назад, на выезде из города, была бомбежка градами. И по твое время, куда-то бях, может, в городе, куда-то забавях нас 10-15 минут. То есть нас Бог задержал вот таким вот способом. И Бог по този начинку не задержал. Это было настолько удивительно, что Оксана оставила свою собаку дома. То есть в обычное время такого бы не произошло. Это было первое такое, как нам, ну, свидетельство, да? И когда мы заезжали, вот, когда мы заезжали в город, когда я позвонила мужу, что мы заезжаем в Херсон уже, он за нас молился и плакал. Он понимал, что мы едем туда, куда даже он не думал, что мы поедем. И он молился и плакал, и говорил Богу, дай им 30 минут на вот это все дело в Херсоне. И когда перед нами вот эти все грады рассыпанные, когда дым идет, огонь идет, град, он разбился, как железные такие какие-то острые на дороге осколки. Нам соседняя машина говорит, вы сейчас можете колеса порезать, а там вообще в Николаев, не знаем, что произошло, там, наверное, все уже. А я говорю, а мне надо в Николаев и дальше. Он говорит, ну, хотите, прорывайтесь. Мы всей машиной начали молиться. Молилась и бабушка наша, и дети все, мне кажется, и собаки наши сидели. Молились, потому что их вообще не было слышно, хотя до этого они у нас могли поскандалить. И я сказала, нам надо ехать, и мы едем. И мы едем по осколкам. И наши колеса остаются целыми, хотя хруст был страшный под колесами. И мы на всей скорости едем, и только смотрим по сторонам, чтобы ни танки, ни самолеты, ничего нам не встретилось. У меня слезы на глазах, я везу пять, я с собой вместе, пять человек с нами. Я чувствую эту ответственность. Но я понимаю, что только Бог может меня сохранить вместе с нашей машиной. Мои молитвы, это, Боже, пусть ангелы Твои сейчас хранят и нас, и автомобиль. Наша цель – доехать до Одессы. На подъезде к Николаеву, мой папа мне звонит, мои родители в Николаеве, они остались, они не хотят выезжать. Папа мне звонит и говорит, семь минут назад пришло сообщение, что в Николаеве будут подниматься мосты. Времени они не сказали, но они сказали, что вот сейчас будут подниматься. Потому что мосты поднимали там в пять часов вечера, а это было там три часа дня. Четыре, да, около трех. Потому что там Херсон прорвался уже, и войска могут идти дальше. Наша следующая молитва, Боже, мы должны успеть проехать до поднятия мостов и выехать уже, потом уже все. Потому что если мосты поднимутся, мы останемся в Николаеве. Мы молимся, едем по городу, светофоры красные нам почему-то попадались. Но мы проехали. Мы выехали. Когда выезжали уже в районе мостов, уже стояли военные, уже готовые были с этими всеми оружиями. Они уже готовы были поднимать мост. И потом еще сказали, что еще и в округе заминировали. Специально, чтобы не зашли. Мы успели, мы проехали. За нами действительно там через какое-то время поднялись уже мосты. В Охнас вывел. Следующий этап был, это было... Между Одессой и Николаевым есть такое. Коблево. Там между лиманами перешеек. Как мост. Когда мы уже приехали в Одессу, мы узнали, что вот этот вот перешеек или мост этот, его тоже взорвали. Чтобы танки не прошли в Одессу. То есть вот этот наш путь, Бог нас выводил, за нами все уже закрывалось, 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 но перед нами все было открыто. Потом мы уже, будучи в Одессе, бегали все время в ванную от бомбежек, ну как, от оповещений сирены. В связи с тем, что мужа, мама, она инвалид, она на костылях. Она не может быстро ходить, она не сможет убежать в бомбоубежище. И муж принимает решение, что я должна вывезти маму в безопасное место. Естественно, со мной вместе выезжает моя подруга с точкой. И мы сюда к вам попали. Потому что здесь живет, в Софии живет мой брат. Он с самого начала нас приглашал, но я говорю, а лет пока нет, пока мы сидим. Но муж сказал, мне будет легче. Я не буду так переживать, я буду более мобильный. Конечно, тоже ужасно оставлять его там одного. И слезы на глазах, и прощались, и все. Мы выскакивали с вещами под сирену. Очередной раз была сирена, мы грузили в машину вещи. Перед Молдавской границей два раза была сирена, ночь, темно. И сирену мы слышали очень сильно, и это было по 45 минут, сирена не прекращалась. Было ужасно страшно, мы в поле. Десять километров машины стоят. Все фарами светят. Мобильно все выключали фары, делали темно. Потом мы ночью по трассам ехали, когда страшно было, что вдруг танк выйдет тебе на встречу. Но мы все время молились. То, что у нас было, это был с нами Бог. Мы его видели на протяжении всего пути. И Бог нас сюда вывел, мы теперь в безопасности. Но мы поддерживаем связь со всеми нашими, с наших церквей, с разных друзьями. Подружим мы в Рыске со своей приятной в Украине. Как только идет сообщение о какой-то атаках, о каких-то, опять же, как правильно сказать, взрывах, мы мобилизируемся, мы начинаем молиться. И получаем также свидетельство, продолжаем получать свидетельство. Как только церковь объединяется и начинает молиться, когда церковь започва затихают все эти взрывы, всичките тези взрывы исчезват. Наши молитвы сейчас, это ни одно оружие, сделанное против нас, не будет успешным. Нито одно оружие, направлено срещу нас, няма да е успешно. Что даже если вылетает оружие, то оно либо не взрывается, либо Бог ставит преграду и оно об эту преграду ударяется. И очень много свидетельств и даже наших братьев, которые пошли служить, потому что их призвали, но они как капелланы там служат. И много свидетельств, что наши братья от церкви собили призывание и дослужат. Но это как капелланы? О том, что и снаряды не разорваны, и они видят, как реально что-то летит и потом само по себе взрывается и не долетает до целей. И о том, что если даже взрывается, то не вредит братьям и сестрам. Вот это как бы свидетельство того, что сейчас происходит в Украине. Перед этим у меня было тоже видение, вообще перед войной, во время молитвы. Я увидела, что... Мы молились за Одессу. Увидела, что стоит... Я понимаю, что это стоял Иисус, Бог. И у него в руках был меч. И он его держал вот так вот. То есть просто вот он держал меч. Он не выставил его, как воевать. Он его держал, как ищиту. Вы знаете, Одесса стоит. Одессу защищает сейчас Николаев. Николаев. Николаев всегда зашли, да, Валдеса? Это очень страшно, потому что... Там много страшно. Ну, у меня там живут родители, и каждую ночь там происходят взрывы, и хаотичные взрывы по городу, которые просто бомбят по домам. И мои родители в дом тоже... У них многоэтажка, в дом тоже прилетел град. Слава Богу, мои родители живы. Ну, что и попадного... Понимаете, Херсон оккупировали. Херсон оккупировали. Но Херсон – это Украина. Но Херсон – это Украина. Они стоят. Хотят там провести сейчас референдум, но мы молимся, чтобы Бог этого не допустил. Но если молим Бог, то мы его допустим. Николаев стоит на защите Одессы. И Николаев стоит на защите за Одессой. Пока Николаев не взяли, Одесса пишет, может спать спокойно. Но я знаю, что на защите Одессы и всех наших городов стоит Бог. И вот это видение с мечом – это защита. И Бог показывает. Не я начал эту войну. Не я хотел воевать. Воюют люди. Но наша цель – молиться и благословлять наших врагов. Накануне войны этой мы размышляли как раз в своей церкви, как можно благословлять врагов. И у многих открылись глаза на это. Вот сейчас. Что мы воюем не против крови и плоти, а против духов злобы поднебесной. И то, что на прошлом служении ваш пастыр тоже говорил, о том, что вышел сильный, с открытым ртом, поглощающий все. У нас накануне тоже была такая молитва и тоже было понимание, что вышел сильный, Голиаф и Давид. Но наша задача, как верующих, это молитвой, словом свидетельства своего, побеждать вот этого Голиафа. И благословлять этих людей, которые попали к нам на землю и несут войну. Потому что мы понимаем, кто ими руководит. Вот такие вот свидетельства, и они еще не прекращаются. Я благодарна вашей церкви, что вы нас приняли здесь. И просто к вам тоже, да, большая просьба молиться за Украину, за наш народ. Ну вот так вот. Слава Богу. Слава Богу.